Добрый день, меня зовут Лара Шуми. Сегодня я представлю упражнение, которое я использую на уроке постсценической речи, которое называется «Говори эмоционально». Это упражнение довольно-таки интересное и я бы даже сказала сексуальное. Почему я смело сказала так, что это упражнение очень сексуальное, об этом вы узнаете чуть-чуть попозже, когда мы с вами его начнем делать. История этого упражнения, мне кажется, произошла очень-очень давно, когда у нас только зародилась профессия куртизанки. Для кого это упражнение? Для тех людей, кто очень много говорит. Уважаемые вокалисты, это упражнение также вам пригодится. И для милых дам это упражнение будет весьма полезным. Итак, приступаем к нашему упражнению. Мы с вами сейчас начнем накачивать мышцы вот в этой части тела. Если вы когда-то занимались спортом или фитнесом, то вы понимаете, что когда вы бегаете, когда вы занимаетесь тренером по фитнесу, вы создаете внешнюю часть своего тела. То есть у вас должны быть красивая грудь, попка, ноги, пресс. Когда вы это качаете, вы видите результат. Здесь результат будет внутри вас. Вы не сможете его видеть. Вы сможете его только ощутить, когда начнете говорить. Когда мы занимаемся с вами спортом, то прежде чем побежать на длинной дистанции или прежде чем заняться накачиванием мышц, мы с вами разогреваемся. Сейчас наша задача с вами также разогреть вот эту часть нашего тела. Для этого мы просто можем сделать круговые движения нашей головой. Итак, друзья мои, встаньте так, чтобы у вас ноги стояли на ширине плеч. И сейчас мы с вами сделаем круговые движения головой. Работаем. И именно работаем. Не смотрим сейчас на меня, а работаем. Можно еще вот так сделать, подержать, растянуть вот эти мышцы. Вот так. И вниз, назад. Вниз, назад. Делаем, делаем. Давайте. Я подожду, ничего страшного. Затем плечи. Можно покрутить плечами, чтобы кровь у нас поступила вот к этой замечательной нашей части тела. Кровь разогнали в теле. Затем мы берем буквы. А, О, У, И, И. Вот эти буквы мы будем использовать в нашем упражнении. Третье, что мы делаем, это представляем в воображении теннисный шар. Вот у нас теннисный шар, который мы сейчас будем заглатывать и делать так, чтобы он у нас легко и свободно падал в живот. Это я сейчас взяла в воображение, ведь у меня сконцентрированный взгляд. Я шар, сейчас теннисный, как бы проглатываю в живот. Итак, теперь соединяем теннисный шар и буквы. Смотрите, это буквы А, О, У, И, И. Наша задача будет выдавать с вами звук. Сейчас внимательно смотрите на меня, что я буду делать. А, О, У, И, И. Все, мяч у меня попал прямо в живот. Звук А мы произносим всегда, опуская челюсть на три пальца вниз. А, А, А. Звук О, как у нас произносится, да? Наш язык, О, О, должен опуститься вниз. Он должен стать лодочкой, как будто там реально есть шар. Шар. Затем, У, У. Вы должны научиться чувствовать работу мышц. И, И. Давайте повторим немножко. А, О, У, И, И. Я начала рекомендую делать это упражнение перед зеркалом, чтобы вы видели, как работают ваши мышцы. И не забывайте, вы должны произносить звук. Если вы будете произносить буквы, то делайте упражнение вы неправильно. Если вам понравилось это, назовем его так, сексуальное упражнение, то ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям, подписывайтесь на мой канал и работайте над этим упражнением для того, чтобы вы смогли красиво, умело, сильно, жестко говорить эмоционально. Вы были лучшим из лучших в своей профессии. С вами была Лара Шум и добро пожаловать ко мне на курс по сценической речи «Говори эмоционально». Он проходит один месяц, восемь уроков, два раза в неделю по одному академическому часу. Записаться на мой урок довольно-таки просто. Напишите мне в WhatsApp 8-985-447-0087 или мне в контакт со словами «Хочу говорить эмоционально». И я вам сделаю эмоциональную скидку. Всем пока-пока, удачи и хорошего, отличного дня! Субтитры создавал DimaTorzok